Слава Украине! Привет всем от Полонского! Тут Арестович выдал очередную порцию, ну вот сами, сами пишите очередную порцию чего, больше говорят, что я на него плохо говорю, но он выдал нечто вот, да, кто не верит в то, что я говорю, вот пожалуйста, ссылочка на его речи, так сказать, высокомудрые, в описании к данному ролику, переходим и слушаем оригинал. Да, так вот что сказал Арестович, он сказал, что страны, которые находятся вокруг России, будут иметь с ней либо очень хорошие отношения, либо будут ее частью, вот так вот, да, то есть она завоюет всех, то есть ему наплевать, что это народы свободные, что они не хотят жить в помойке, что они не хотят, знаете, это можно таким же образом говорить было про фашистскую Германию, например, да, что все должны иметь хорошее отношение с рейхом, иначе фюрер сделает их частью Третьего рейха, ну сейчас Четвертый рейх. Я даже не хочу обсуждать, что там, ну, Арестович несет опять не то шахинь, это не ахинея, это не ахинея, это ипсо, я хотел сказать ахинея, какая же это ахинея? Это ипсо, это злонамеренная работа против Украины, вот, у меня в связи с этим я не собираюсь обсуждать качество Арестовича, с ним и так все понятно, вопрос в другом, вот этот Крендель, он имел прямой доступ к телу Зеленского в начале войны, то есть самые тяжелые дни, когда он, помните, бежал в военкомат, так сильно бежал, что не добежал, и срочно забежал туда, значит, в офис президента, и я же не думаю, что его завербовали, вот, или там каким-то образом поставили в соответствующую позу русские, вот, в последние дни, хотя может и такое произошло, мне тяжело сказать, когда они его, не знаю, перекупили, не перекупили, перевербовали, перемухлевали, не знаю, как это правильно назвать, вот, если он был Кротом уже тогда, то становится просто страшно того, что вот этот Крот, он имел прямой доступ к Зеленскому, если бы он тогда, конечно, отработал бы до конца, если он действительно на тот момент был Кротом, то понимаете, что Украины сегодня бы уже не было, и в этой связи встает вопрос по допуску, не пойми, не пойми кого, президентский дворец, и, как говорится, к телу президента воюющей страны, вот это, вот за это мне реально, честно говоря, страшно и очень горько, что вот оно имело такой доступ, нормальные люди не имели, вот, как-то так, хорошо, хорошо, что мы, мы разобрались, кто оно, что оно, и кто оно, и что у него в голове, ну, что у него в голове, понятно, и так нам на это наплевать, вопрос в другом, что, чтобы там следующего такого не оказалось, вот это вот, очень важно.